Итак, всем привет! Вы на канале УДАХС СПБ и Спикер Дизайн. Мы закончили монтаж дверей по проекту Вячеслава Хомутова в загородном доме в Ишкарале. Итак, что у нас имеется? Двери, фонерованные штурм дуба. Здесь стекло, у нас восьмерочка с фацетом, стекло сатин, коробки, как мы обычно делаем, широкие. Переходит коробку в добор. И самая фишка этого всего, что со стороны коридора, который у нас тоже соответственно в панелях, эти двери находятся западлиц. Соответственно, мы закрываем это все хозяйство. И плоскость у нас единая. Зазор везде по панелям и по полотнам одинаковые, 3,5 мм. Манерные ручки. Магнитные замки, как обычно, EGB. Петли. Немецкий Симонцверк. 340-ая, самая популярная петля. Толщина дверей в данном случае 54 мм. Обуславливается это тем, что нужно сделать притвор к панели. Дальше у нас идут к панели. Кратность примерно такая же, как полотен, около 800 мм. Чтобы это смотрелось уедино. Дальше мы видим еще одну дверь. И, естественно, она открывается внутрь помещения. Здесь та же ситуация, везде магнитные замки. Притвор по периметру. Закрывается очень мягко по всей плоскости. Шпон у нас дуб на гентальный срез. Кромка, обращу внимание, фунерована тоже здесь шпон двойной. Наличник, он же добор телескопический. Здесь паз 14 мм. Вот таким образом все выглядит. Вот такой шикарный вид. Ну, если продолжать тему дверей. Еще будет установлено некоторое количество заверток. Сейчас уже дом на финальной стадии монтажа. Скоро зайдет клининговая кампания. Так, идем дальше. Здесь у нас, соответственно, кладовая. А вот эти двери открываются. Сюда. Здесь у них толщина уже не 54, а 44 мм. Здесь добор толще и гораздо стена, поэтому, соответственно, добор шире. Здесь у нас абсолютно зеркальная ситуация. Двери открываются друг на другу. Там это все переходит в панели. То есть мы закрываем и видим, что линия у нас продолжается. Вот такая ситуация. Здесь у нас панели находит на стену. Вот такая ситуация. Здесь у нас панели находит на стену. Так. Идем дальше. Сейчас покажем еще подновую группку. Там детская круго. Здесь у нас хозяйская. Общая стилистика перекликается, как мы видим. Здесь у нас пластирочная, опять же все переходит, текстура переходит. Вот кстати говоря, как у нас устроена коробка, коробка выполнена из AOL, двойной шпон, паз 14 мм, толщина 11 мм. Соответственно вставляется фонерованная десятка, вот он выглядит как выглядит портал. МДФ 10 мм, фонерованная с двух сторон шпона получается на 11 мм, склеен по 45 мм, поэтому мы не видим никаких нишов, ничего, все у нас идеально. Портал сразу скреплен, там специальные уши, то есть конструкция очень жесткая, вставляется единым элементом. Обращаю внимание, текстура везде продолжается. Монцарная окошка, шкафная постирочная зона, на стенах, кстати говоря, керлит, который мы часто применяем для кухонных столешниц, кухонных решений. У нас 5 мм. Так, здесь у нас гостевая спальная. Значит аналогичная ситуация. Единственная, обычная дверь. Это вот и всех 13. Это вот это. Гостевой санузл. Обычно, потому что, на общем-то, все в другие стороны открываются, а это по обычной ситуации. Значит, в обязательном порядке, поскольку зона мокрая, у нас здесь протянута зеликончиком, здесь особенно внизу. Так, идем дальше. Здесь у нас хозяйская зона. Сейчас включим свет. Вот так вот. Как хорошо смотрятся темные стены и светлые двери. Очень мощный акцент. Итак, идем к спальню. И здесь у нас вот такая дверная группа из трех полотен. Значит, боковые у нас стационарные. Они у нас зафиксированы. И, соответственно, на одном из них у нас висит дверь. Дверь тяжелая, поэтому решили перестраховаться и поставить три триста сороковые петли. Снимая сверка. Дальше. Сейчас сначала покину с грядом и расскажу. Помимо такой группы у нас здесь имеются две скрытые двери. Что из себя представляет скрытая дверь? Алюминиевая коробка, интегрированная в стену во время монтажа. Но особенностью данных полотен заключается в том, что с этой стороны у нас коробка и наличник обычные, как на всех дверях. Решение довольно-таки простое. Здесь у нас коробка состоит из МДФ и приклеенного на полиуретановый клей анодированного профиля. Здесь у нас уже пятьсот сорок первое FZ от Симонсверк. Потому что нам нужно, чтобы было смещение у полотна. Соответственно, это у нас гардеробная. И мы видим аккуратный зазорчик. Три с половиной миллиметра. Очевидно, что еще будут немножко подкрашивать стену. Убирать маленькие недочерки. Здесь у нас, соответственно, та же ситуация. Тоже скрытая дверь. Это хозяйская ванная комната. Включим свет. Везде тут такое манерное освещение. Так, что у нас здесь? Здесь у нас та же ситуация. Кромки, кстати, у нас эти покрашены в цвет двери. И широкий добор, как и везде. Вот какая у нас красота. На стенах, кстати говоря, тоже серлит. Три с половиной миллиметра. Такое решение на контрасте. Здесь, если не ошибаюсь, камень. Мрамор. Вот так. Три с половиной миллиметра. Полным ходом идут лошадные работы. Полным ходом идут лошадные работы. Смотреть дверь в кабинет. Плотную высоту 3 метра. Дверная группа 3 метра. Ширина 1800 метра. Наши стекла у нас с фацетом. Три с половиной миллиметра. Полотно установлено посередине. Стена толстая, около 450 миллиметров. Поэтому для придания объема мы решили поставить эту группу под центр. И, соответственно, здесь уже опять по 3 петли. Полотно у нас здесь 900 миллиметров. Да, и, кстати, забыл сказать, что, в общем-то, шпон дуба немножко выберем. Вот такая ситуация. В общем-то, все это находится на финальной стадии. И скоро будет все закончено. Итак, всем спасибо за внимание. Заказывайте двери. Любые детали интерьера от компании WS SPB Speaker Design. До следующей встречи. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...